Всем привет! Вас приветствую! Серж Маркин Гараж А мы продолжаем И сегодня у нас Очень интересная тема Очень много вопросов Обсуждений в интернете Много видео на эту тему И нет нигде конкретного ответа А тема состоит в том Что же все таки круче Восьмиклапанник или Шестнадцатиклапанник И сегодня я дам конкретный Четкий аргументированный ответ И вы наконец-то узнаете Что же все таки круче Восьмиклапанник или Шестнадцатиклапанник Как видите вот у меня сейчас здесь Есть и та и та голова Это восьмиклапанная Головка блока Которая раньше стояла у меня На 2108 Злой восьмиклапанник на Мегасоликсе 33 с параллельным открытием В полном стрите ехала Шесть с половиной секунд до сотни То есть на марке там до трех с половиной литров Отдыхали На канале есть об этом всем видео Кому интересно можете посмотреть А это шестнадцатиклапанная Восьмиклапанная головка блока Которая будет теперь установлена На боевой шестнадцатиклапанник Машина то есть Ваззи 08 Продрах То есть готовится для Профессионального чемпионата Украины По драгрейсингу То есть так же кому интересно Постройка этой машины есть И давайте ближе К самой теме вопроса Что же все таки круче Восьмиклапанник или шестнадцатиклапанник Многие вот знают Кто мне там звонит Проконсультироваться Или что-то заказать Я всегда спрашиваю такой вопрос Для каких целей машина Потому что От этого все и зависит Вся суть Те кто скажут Что типа там много видео есть в интернете Одни говорят там Восьмиклапанник круче Другие говорят шестнадцатиклапанник круче Ни те и ни те Не будут правы Потому что В первую очередь Все зависит от целей То для каких целей Используется машина То есть и соответственно Под эти цели И строится двигатель И там уже Я вам сейчас дальше расскажу Для каких целей Какой из них лучше И потому что Ответ на вопрос Какой же из них лучше Они оба хороши И восьмиклапанник хорош И шестнадцатиклапанник хорош Но только Для определенных целей Для одних целей Лучше восьмиклапанник Для других Лучше шестнадцатиклапанник Вот даже вот К примеру Раньше этот восьмиклапанник У меня стоял на восьмерке То есть Боевой двигатель Машина была для целей Для заездов на Драх На четыреста два метра Для наваливания Для стрита Данный двигатель Сейчас я переделываю И этот же восьмиклапанник Но уже с другой конфигурацией Будет стоять на 2109 Который будет использоваться Как тягач Для того чтобы Тягать 2108 То есть там же опять же Восьмиклапанник Но он уже по другому И давайте сейчас Именно уже по сути Самого вопроса Если у вас Машина Повседневная Просто вам ездить Однозначно Лучше восьмиклапанник Потому что У восьмиклапанника Всегда Лучше тяга Лучше наполняемость На низах И на середине То есть Если вы ездите просто Соответственно Вам это и нужно Для того чтобы машина тянула Поэтому Однозначно Восьмиклапанник Будем так говорить Восьмиклапанник За счет Своей Я сейчас дальше Это все детально расскажу За счет Расположения Клапанов За счет Именно того Что сам восьмиклапанник То есть За счет Размера каналов У него всегда Будет Лучше тяга На низах То есть У шестнадцати Клапанника Это больше На верхах И сейчас Вы поймете В чем именно Суть И в чем разница Поэтому Опять же Если у вас Машина просто Повсегневная Лучше восьмиклапанник Он будет лучше тянуть И даже будет И расход на нем Меньше И он проще И он проще В обслуживании Дешевле В обслуживании Поэтому Однозначно Восьмиклапанник Лучше Для повсегнева Для простой езды Для того Чтобы просто Эксплуатировать машину Дальше Также Многие Задают Такой вопрос Если вы хотите Подзарядить машину Просто Улучшить ее Динамику Для любительских Каких-то Гонок В этом случае Опять же Однозначно Восьмиклапанник Пример Моя 21.08 Я же говорю Повторюсь На восьмиклапаннике Одном карбюраторе Она ехала Шесть с половиной секунд До сотни Без напряга При этом Она валила Во всем диапазоне Шестнадцатиклапанник Так валить не будет И за счет Именно восьмиклапанов И за счет Конечно еще Плюс мегасоликса А машина ехала С самых холостых И вплоть до Восьми с половиной тысяч Оборотов Везде валила То есть Шестнадцатиклапанник Так не поедет Допустим Многие Хотят Типа Что-то доработать И перейти на Шестнадцатиклапанник Это во первых Дорого Даже сам переход На шестнадцатиклапанник Это нужно Деньги потратить Во вторых По стоку Шестнадцатиклапанник Не едет По стоку У него разгон Двенадцать секунд До сотни Доработанный Восьмиклапанник Вот я на моем Примере Шесть с половиной Секунд до сотни А это пропасть Пропасть В заезде Эта машина Восьмиклапанная Уедет на Пол трассы На шестнадцатиклапанник Потому что Двенадцать секунд до сотни И шесть с половиной Секунд до сотни Это реальная пропасть Поэтому нет смысла Допустим Переходить на шестнадцатиклапанник А если же его Заряжать Шестнадцатиклапанник Там Чтобы он ехал Допустим Те же Шесть с половиной Секунд до сотни То вам придется Намного Больше денег Потратить Потому что Заряжать Шестнадцатиклапанник Выходит в раз Пять дороже А то и больше И это сложнее Поверьте мне Я этим занимаюсь Больше 15 лет уже Я это все проверил Я ездил на стоковых, на средне заряженных На сильно заряженных И в 8 клапанниках, и в 16 клапанниках На разных низах, на разных коробках На разных валах На разных системах питания Те, кто там в интернете снимает видео Рассказывает какую-то теорию У меня все чисто с практики Поэтому не просто так я ездил Именно на 8 клапаннике При том, что у меня был 16 клапанник боевой, кто смотрит меня уже давно Я наоборот даже в свое время Снял 16 клапанник и перешел на 8 клапанник И показал время то же самое То есть при меньших затратах И при этом машина была Эластичная во всем диапазоне Поэтому я же говорю Если вы хотите заряжать Заряжайте 8 клапанник Это вам будет дешевле, проще И вообще даже потом в эксплуатации И в обслуживании это будет проще Ну и еще такая фишка Почему я люблю в таких случаях На 8 клапанниках гонять Допустим Едет она 6,5 секунда сотни Я объезжаю Там 3-3,5 литровые иномарки Допустим Открываешь капот А там стандартный Грубо говоря двигатель То есть И все умы На что она так валит Если у вас будет стоять 16 клапанник Вы открыли О, все Понятно 16 клапанник Потому она и валит Также если 16 клапанник Вы установите Какую-то восьмерку Или девятку Грубо говоря Там машину Которая по заводу Не предназначена Это двигатель Это уже будет переоборудование И это будет Поездка до первого гаишника Давайте я там еще Приведу вот такой пример Вот покажу Смотрите Восьмиклапанная голова Доработанная То есть Ничем не уступает 16 клапаннику Вот смотрите Здесь Каналы вот Доработанные Да Вот на впуске Там допустим Здесь у меня Под боевой Это боевая голова Была То есть допустим Здесь 33 У 16 клапанников Впуск Хоть кажется Что он типа больше В самом узком месте Здесь как раз И будет 33 Там 34 Максимум То есть Соответственно Пропускная способность Будет такая же самая Как и на доработанные Выпуск здесь у меня 30 Так же самое На 16 клапанники Выпуск будет 30 миллиметров Вон там В самом узком месте Понятно Что у него Есть возможность По запилу Как бы Больше Раздеребанить Эти каналы Но это Я говорю Это уже когда В принципе Полная постройка Потому что многие думают Вот поставил 16 клапанник И он типа Лучше чем 8 клапанник В стоке 16 клапанник Вообще Ничем не лучше 8 клапанник 8 клапанник Его обходит То есть Опять же Вот данная голова Это стояла У меня на 2108 Я с нее Вытянул Всю боевую Начинку Здесь сейчас Уже стоит Стандартный Распредвал Стандартная Вся начинка То есть Голова Машина Чисто с пропиленными Каналами Эта голова Будет установлена То есть На двигатель Который здесь Был И установлен 2109 Я сейчас там Покажу Какие доработки Для того Чтобы собрать Хороший Тяговой Двигатель Который будет Тянуть на низах На середине С большей мощностью Крутящим моментом Именно на низах Чтобы можно было Хорошо Тягать То есть Допустим Когда он мне нужен Был для высоких Оборотов Здесь конечно Была Начинка Боевая То есть Там Распредвал Другой Там Это все Вся боевая Начинка Продается Кому интересно Смотрите на канале То есть Там Клапана Там Направляйки Пружины То есть Цельные Толкатели Титановые Тарелочки Там Боевой распредвал Короче Это все Есть на канале Кому интересно То есть Обращайтесь А теперь Почему Когда бывает 16 клапаник Лучше Все таки Он тоже Чем-то хорош И Тут же Сразу же Будет ответ Почему я Перехожу С 8 клапаника На 16 клапаник Если вот Типа 8 клапаник Настолько хорош Опять же Он хорош Для своих целей Но Для Постройки Такого уровня Как я строю То есть Именно машину Для профессионального Драга Каким бы я там Не был Супер Механиком Там Какие Не были Супер Разработки В 8 клапаника Есть ограничения По Его возможности То есть То есть Дальше Он не пойдет Можно Его ускорить Там построить Если Этот двигатель Еще я знаю Что в нем Доработать Сделать Допустим Там Полноценный Корч Она поедет Быстрее Но Для тех целей Которые Именно мне надо В те времена Мне надо 3 секунды До сотни Он Не вытянет То есть По нескольким Причинам Я с него Не смогу Снять такую Мощность Как я смогу Снять 16 клапаника И Он Не сможет Крутить Те обороты А для снятия Мощности Нам надо Обороты С 8 клапаника Боевого Если его там Зарядить По самое Не могу Можно снять 170-180 Лошадей Больше Вы уже Не прыгнете Почему Потому что Он Больше 8,5 И дело Даже не в размере Каналов В размере Каналов Это второстепенное И количество Клапанов Это тоже Второстепенное Многие думают Типа 16 клапаник Два раза Круче Нет В 16 клапаниках Хоть и клапанов Два раза Больше Но их Они по факту Намного Меньшего Размера То есть И общая Пропускная Способность У 8 клапаника Практически Такая 16 клапаника Такая же Практически Как у 8 клапаника То есть Да понятно Там дорабатываются Каналы Чуть-чуть Улучшается Но это Не Решающий Фактор Сейчас Я расскажу Что именно Решающий Фактор Дело в том Что 8 клапаник Больше 8,5 Тысяч Ну Можно Там еще Заморочиться Сделать 9 Чтобы он Покрутил Притом Питание Распредвал Допустим Можно Поставить Там Стоял У меня Там 320 Фаза Там 13 Подъем 5 Перекрытия То есть Питание Все это Выкармливает То есть Карбюратор Все Но Упирается Все В зависание Клапанов То есть Вот когда Клапана Начинает Виснуть Все Потому что Продувки Каналов Вот таких Доработанных Хватает Чтоб Кормить Дветель До 9 Тысяч Но На 8,5 Начинает Висеть Клапана Разрывается Кинематика И оно Перестает Дальше Дветель Крутить По оборотам То есть Тупо Как Отсечка А На Атмосферном Дветеле Мы Можем Мощность Поднимать Только За счет Грубо говоря Оборота Потому что В Вазовском Дветеле По объему Вы не Разгонитесь Да и Объем Это не Самое Главное Важна Именно Доработка Головки Чтобы Она Обеспечила Высокий Оборот И Система Питания Которая Это Сможет Дело Прокормить А Теперь 16 Клапан Вот У меня Допустим Был До этого Собран 16 Клапан Я Ничего Не менял Ни клапана Не облегчал Ни пружины Ни тарелки На обычных Гидриках Опять же Распредвал С фазой 320 Ну их Два Ну факт Не в том Суть Одна и та же Там даже Профили кулачка Одинаковые И то и то КБ двигатель Они одинаковые Только Распредвал Для 8 клапан Ничего Не трогая Не облегчая 9000 Он свободно Крутит Из-за чего Из-за того Что У него Легкие Клапана Изначально Намного Легче И вот Они допустим В стоке Если их Вот так Использовать При таких Распредвалах На 9000 Клапана Начинает Только Висеть Если Соответственно Это дело Все облегчается Там можно Крутить И 10 И 11 Тысяч Все зависит От того Уже Сколько Выдержит Низ Потому что Почему Я не облегчал Потому что Родной низ Опять же Я гонял На родном низе У меня и там И там родной низ Низ далеко Не самое главное 9000 Стандартный Низ держит Обороты Чтобы вы знали А то некоторые Там со стока Сразу в ковку Залазят А давайте Я сейчас Еще покажу Ну Эта голова В принципе Собранная Здесь Как бы Не будет Сильно Понятно Но я же Говорю Даже По седлам Видно Это Я уже Начал Протачивать Немного Седла Они такие Прям Супер Они Огроменные То есть Я же Говорю Они не В 2 раза Больше Чем Эти Поэтому В первую Очередь Что клапан Легкий То есть Он уже Идет Сразу На тонкой Ножке Сам По себе Диаметр Клапана Маленький То есть И они Не висят На таких Оборотах Соответственно Это нам Обеспечивает Двитель Крутиться По оборотам Ну Само Собой 16 Клапан И Второй Момент Чем Он превосходит Именно Для боевого Двигателя С него Можно Мощность Вытянуть На 4 Дросселе Допустим В атмосфере Метурбо Сейчас Не Рассматриваем В атмосфере Потому что Здесь Атмосфера Здесь Атмосфера По 250 270 Некоторые Там уже До 300 Лошадей Умудряются Вытягивать То есть Восьмиклапанник Этого Не сделает Почему Потому что Опять же Клапана Висят Позже Во-вторых У восьмиклапанника Продувка Петлевая То есть Петлёй Идёт В 16 Клапанника С одной стороны Заходит С другой Выходит То есть Продувка Идёт Уже По Одному Направлению Поэтому Драговые Двигатели Допустим Именно Топфюэл Мы берём Там Где Большие В8 У них Да Два Клапана На цилиндр Но Они Больше Восьмитысяч Не крутят Формульные Двигатели Мотоциклетные Спортбайки Они Все Шестнадцатиклапанные Для того Чтобы Спортбайки И Формульные Двигатели Там Пятнадцать Шестнадцать Семнадцать Тысяч Оборотов Крутят Свободно Опять же Из-за Клапана Что не висят Из-за того Что Продувка Правильная Ну и плюс Конечно В шестнадцатиклапаннике Можно проделать Большие Каналы То есть Большую пропускную Способность Именно На тех Оборотах Поэтому Итог Такой Если Шестнадцатиклапанник То Тока Когда Полностью Боевой Полноценный Двигатель Строится На все Деньги Так сказать А если В всех Остальных Случаях Если Среднее Только Восьмиклапанник И на повседнев Только Восьмиклапанник Так что Напоминаю Кто меня смотрит Недавно Я занимаюсь Доработкой Головок Блока То есть На все Автомобили То есть Каждый Из вас Может Присылать Свою Головку Блока На доработку Присылаете Я дорабатываю Отправляю Назад По наложке Новок Почты То есть Оплата За работу Когда Забираете Назад Готовую Головку Блока То есть Дорабатываю На все Автомобили Восьмиклапаны И шестнадцатиклапаны На канале Есть много Видео Обзоров То есть Там все Детально Рассказано И показано Люди Мне присылаются Все Украины Так что Кому интересно Присылайте Также Занимаюсь Доработкой Корператоров Соликс Корператоры Соликс Спорт 2528 И в корператоре Мега Соликс 3030 С параллельным Открытием Также Каждый Из вас Кому интересно Обращайтесь За доработкой В описании Есть Мой номер Телефона Ссылки На сайт Контакт Drive.ru То есть Обращайтесь Кому понравилось Данное видео Ставьте лайки Подписывайтесь На канал Кто еще не подписался Жмите на колокольчик Чтобы получать Уведомления Новых видео Всем спасибо За внимание Всем до свидания